Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу вам рассказать про самую, так сказать, крутую оперативную память DDR3, которую можно найти сейчас на рынке за дешман, отлично разогнать, берет большие частоты при минимальных таймингах. Идеальный этот вариант как для Xeon всяких на DDR3, i7, i5, так и для FX, FX вообще про жорливые кооперативы, я думаю, все знают. Вот, в целом, короче, это память от Hynix, как видите, это обычная зеленая плашка, ну только не зеленая, а синяя. Нет никаких радиаторов, ничего вообще такого примечательного продается, она сейчас у всяких барыг на Авито, которые пачками продают DDR3, можно урвать где-то в регионе 800 косаря рублей, я думаю, где-то так. Вот, как видите, в биосе стоит разгон уже, я поднял тайминги до 12, то есть 11, 12, 12, 30. Вот, при таких таймингах эта память у меня выдает стабильный результат, и вообще, как бы, никаких крашей нету, Lynx проходится идеально, просто все идеально летает, стримил с нее, играл с нее, то есть абсолютно все в порядке. Вот, как бы, вольтаж на такой разгон понадобился всего в 1,6 вольта. Можно догнать до 1,65, можно, в принципе, и тайминги снизить, наверное, но пока этим не занимался, просто для стабильности вывел вот такой результат. Значит, что еще хочется сказать? Сейчас в системе покажу вам, как работает эта память в тестах. Проведем тест ID, проведем тест Lynx. У Lynx есть хорошая фишка, он показывает гигафлопсы. То есть, время, за которое пройдена определенная задача, это как бы математический тест, я так понимаю. И вот в гигафлопсах, в принципе, сохранится самое важное. Если вы поставите, хрен пойми, каковой разгон, или памяти не будет хватать вольтажа, вы увидите явный разброс по гигафлопсам. У вас будет выходить, например, там 60 первый проход, а на втором проходе будет 80. И вот такая вот каша. Такой каши быть не должно, и все должно работать четко и стабильно. Вот поэтому Lynx мне этим и нравится. То есть, сейчас вам покажу все это, короче, и, в принципе, можете сделать для себя сами выводы. Такую плашку найти сейчас абсолютно не проблема. Купить ее можно спокойно, и поставить радоваться жизни, чем взять какую-то за те же деньги Kingston какой-то обосланный, который даже 1866 не потянет, и зачем он вам нужен. Вот. Ну, в общем, смотрите сейчас на все эти самые, на показатели, на тайминги. Вот. Ну, как бы, я очень доволен этими плашками. То есть, взять 8 гигабайт, я даже, скорее всего, для FX пойду еще возьму две плашки по 4 гига, чтобы было 16 одинаковых вот таких Hynix'ов на частоте 2050 МГц. Дают комфортно вообще пользоваться железом, комфортно монтировать видео. То есть, абсолютно для всех проблем. Это как бы DDR3 уже уходит с рынка, но все-таки она у большинства еще людей осталась. Кто-то сейчас до сих пор собирает сборки на Xeon'ах. То есть, Xeon'ы почти, все, большинство народных Xeon'ов основаны на DDR3. Поэтому я советую вам брать, если уж брать DDR3, либо какую-то мега крутейшую там с Китая, наверное, или вот просто поискать плашку Hynix'а. Почему и нет? Довольно неплохая и хорошо работает. Вот. А на этом у меня все. Если был полезен или интересен ролик, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok